Вот сразу пьют. Пьют главное. Сто процентов все пьют. А напрасно вы пьёте. Это не поможет. А мы ничего не пьём. Не поможет. Почему пьют, не знают. Я отвечаю, потому что внутри горит огонь блуда. А за это грозит гена огненной, пытается залить. Да, согласен. А я почему не пью? Никогда. У меня двухчасовые уроки в пяти университетах. За 18 лет ни одного стакана не позволил на кафедру поставить. Молодец. Надо для Бога жить. Красиво и интересно. Как вас звать? Лапкин Игнатий Тихонович. Барнаул, Латайский край. 81-й год. Достаточно? Сколько? 81-й год. Я вас поздравляю. Молодец. Мы строим православную деревню. Одна, на всю страну. Где нельзя лгать, пить, курить, материться и воровать. У нас ни одного аборта, ни одного развода. А с женщинами жить можно? Что делать? С женщинами жить можно? А как вы хотите любить? Блудить? Не, ну как? А как любить-то? С женщинами. Ну если ты любишь женщину, ты ей скажи, заботься о душе. Мужики чужие тебе не нужны. Тебя, скажи, все называют на вторую букву алфавита. Ну дети же вам нужны, как же детей-то? Ну тогда женись, женись, по чужим не шарься. Вот, я тебе про что, я вам про что я говорю. Тогда скажи одну, а то во множественном числе назвал, как какой-то шах гаремовый. Я ничего не назвал, просто спросить, с женщинами жить можно? Люби, не разводись, не изменяй. Будь верен. Вот это, я так и делаю. Ну молодец. Так, вы маленько голову поднимите повыше. Голову повыше поднимите, вас не видно. Вот теперь я вижу безбородой. Почему бороду ты сбрил-то, любитель мой женщин? Никогда в жизни бороды не было. Вот плохо, подкаблучник несчастный. Да, подкаблучник. Две мамы в одном доме это много, должен и тятя быть. Я пионером был, комсомольцем был. Ну вот. Ну и где этот коммунизм? Ну теперь уже нигде. Да как же, в 62-м году Хрущев говорил, в 62-м году говорил, что через 20 лет нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. 82, еще 9 лет строить, а уже при коммунизме мы жили. Я родился только в 66-м. Ну вот. Не хорошо, не хорошо обманывают людей, а коммунисты обманывали на каждом шагу. Ну да, согласен. Может быть обманывали. Так. У вас, если есть вопросы духовного порядка, о душе, о вечности, можете задать? Спасибо большое. Я неверующий человек. Неверующий про него написано в Библии, 13-й псалом. Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Вот я, вот он такой и есть. Ну да, качешка, с чем тут похвалиться? Ты что детям, внукам? Я не хвалюсь. Я просто говорю, что я... Ну вы знаете, верующий в Сына Божий иметь жизнь вечную. Они верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Марка, 16 глава, 15 стих. Наверное, так и есть. А чего же так себя? Христос умер за наши грехи, воскрес, зовет к покаянию. Наверное, так воспитан. Ну теперь-то ты знаешь уже, что Он умер за нас? Ну теперь-то знаю, но ты уже не... Сходи в храм, в храм, исповедуйся. Как вас звать-то? Меня Юрий зовут. Юрий? Да. Юрий означает Георгий, земледелец. Земледелец. Я знаю. Ну и поэтому распахивает солену своей души, засею ее евангельскими семенами, и будет обильный историчный плод. Может быть, может быть, может быть. Спасибо вам большое. А знаете, Юрий, Юрий, вы зайдите на мой видеоканал, ему равных нету в интернете. Спасибо. Называется «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Спасибо, Игнатий. У меня там просмотр в общий 46 миллионов. Спасибо. Во свете Библии. Ну, с Богом тогда. Откуда, сомать? С кухни. А что смеетесь-то? Вы вопрос, вы как задали, так и задаю вопрос. Отвечаю. Вы, наверное, хотели спросить, где я нахожусь? Да. Откуда-то, значит, из пункта А в пункт Б, от расстояния? Я нахожусь в городе Барнауля, Алтайский край, Лапкин Игнатий Тихонович. Мне 81-й год. Ух ты! Да я Бог на ваши годы дожить, бать. Да, мы пришли сюда возвестить волю Божию. Великие и страшные наказания грядут за все, что делается на земле, как в щадрулетки. И самая великая радость. Иисус умер за грехи людей и воскрес третий день, чтобы даровать прощение всем кающимся. Бать, если не секрет, кем работаете? Кем я сейчас работаю? Проповедник, 81-й год. Кто? Я 20 лет на пенсии. Кем я работаю? У меня две голубятни, кошки, кормлю сто воробьев примерно. Каждый день надо молиться, семикратно на масс совершаю молитвы. После молитвы сто поклонов. Семь раз в день. Ну, имеете в виду, как это, как церкви, да? Как церкви, мы ходим в церковь, а свободные дни-то. Мы ходим в церковь в субботу вечером, в воскресенье утром. Мы строим православную деревню с нуля, где нельзя пить, курить, материться, воровать. Одна деревня на всю страну такая, где ни одного аборта, ни одного развода. Да, это хорошо, дай Боже, все было хорошо в виде. Самое странное то, что от государства мы не получили ни рубля. Сами школу построили государственную, сами дороги делаем. Шесть прудов восстановили. Мне Господь позволил выбросить из своего лексикона слово «проблема». Я его не признаю. А как? Нерешенный вопрос. Он сразу побуждает к решению. Я начальник детского лагеря, основал его. Сорок восемь лет. Тысячи детей подняли. Ни рубля от государства. Равных нашему лагерю нет нигде в мире. Самое лучшее в него взяли. Наши дети идут, если в армию, ни один не попадает под дедовщину. И что, никто не помогает, бать? Никто ни рубля. То есть люди находятся, которые желают. И это не где-то, а одна деревня в Алтайском крае. А деревень-то погублена тридцать одна тысяча, согласно статистике. Теперь говорят, ну, мне говорят об этом. Знаете, министр внутренних дел Нургалиев сказал около трех миллионов беспризорных. Вот проблема. Я говорю, не проблема, а вопрос нерешаемый еще. Я образую детский лагерь сам. Бог побудил меня к этому. И сорок восемь лет. Тысячи детей подняли. У нас главный лозунг. Россия должна встать. Россия – это мы. И дети это каждый день скандируют. Понятно. Батя, а там по поводу китайцев ничего не услышали еще? Что там решили? Где? Ну, китайцы, которые... Да мне зачем это нужно? Мы даже готовы быть к смерти каждый час. Понятно. В Китае говорили, там их миллиард, а сегодня, говорит, уже два с половиной. Все врали. Им жить негде. Понятно, что до Байкала они полностью уже, считай, заняли все. Так что не надо удивляться. И Путина ругать не надо. Я спрашиваю. Вы знаете о том, что Путин говорил на федеральном собрании? Да. О чем говорил? О катастрофе демографической. Страна разваливается. В русской семье сегодня отца... А он говорит. Одно целое семь десятых ребенка. Одно целое семь десятых. У каждого мусульманина во всем мире восемь целых одна десятая. Что непонятно-то? А почему? Бога нету. А там они верят по-своему. Почему? У них другая книга, которая направляет их. Которая они учатся. У которых мы многому можем поучиться. Я христианин. Но у меня вышло из печати... Я вел занятия в пяти университетах. Там три радиопрограммы. Много материала. И у меня вышло 38 томов книг. Каждая книга 752 страницы. И Бог в молитве мне положил на сердце книги подарить библиотеке. Бедные нету. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. Потом пять тонн кинули границы. И дали Сабона, Португалия. Скандинавия, Прибалтика, Север и Турция. 650 городов библиотек. И сделали подарок на 35 миллионов. Книги, которые возрождают человека. Которые самый погибший человек считает. И он хочет жить и быть верным Богу. Это Бог делает. Я себе ничего приписать не могу. Это выше моего интеллекта в сотни раз. Бать, подскажи пожалуйста. Может у вас там где-нибудь там есть задвижки, трансформаторы, холодильное оборудование, кабель, лента транспортерная, масло обработанное. А где такие есть? Может у кого-то и есть, а я откуда знаю. Такие не имеются, да? Нет, ну вот когда делали стоки для воды, нужно было отработку. То я говорил, знакомые есть. Но они сразу привозили литров сто. Мы доски протравливали со всех сторон от гниения. Ну и все. Больше-то и нету. А холодильники, транспортерные ленты. Тогда мы с нуля делаем. У нас ни одного транспортерного и нету. Понятно, понятно. Ничего этого нету. Мы просто сельским хозяйством занимаемся. Коровы, другое, вещи держат, третий свиней. Вот так, куриц. Кому хозяйства хватает, да? Да. И вот мы, когда поехали, мы проехали с миссионерской поездкой 120 тысяч километров. По экватору три раза обошли. Но это за три года. В Баку были, ночевали в доме мулы. У нас хорошее отношение с мусульманами. Так, минутку сейчас. И потом ходили в мечеть, молиться. У нас очень близкие отношения с ними. У вас сейчас утро, да? Да, у нас сейчас утро. 9 часов 35, что ли, минут. Ну, 9 часов. А у нас полпятого утра. Полпятого. Так вы же, ну да. Понятно. Для Бога надо жить. Если человек живет не для Бога, одной минуты, он рано или поздно скатится в могилу, и ничего нет. А там есть только миллион дизлайков. Ад, гиенна, огненная. Или рай. С Богом. А грехов омывает, только кровь Христа незрима. Понятно. Мы верим, потому что написано в Святой Библии. У нас занятия идут. Вот если вы хотите продолжить наше знакомство, вы можете зайти по скайпу. Игнатий Лапкин. Два слова. Я скину свои ресурсы. У меня самый большой в интернете канал. 20 тысяч 600 роликов. Роликов. Даже 10 тысяч ни у кого нету. Почему? У нас очень богатый материал. Очень. На все темы. Какие бы вы ни задали вопросы, я одновременно вел занятия. 5 университетов, 13 школ, все отделы милиции, воинские части, 3 радиопрограммы. И у меня материал, даже не выскажешь, какой огромный. Ну, батя, вот сейчас, допустим, у вас есть еще связи с воинскими частями? Я не понял. Что если... Воинские части связи до сих пор есть? Сейчас нет. Я уже несколько лет отошел. А тут все заводы, фабрики, это мне принадлежали. За мной приезжают полковники, и возят, и я выступаю у них в кинотеатрах. Потому что великая сила исцеления начальника Алтайской краевой милиции, генерал, мне и говорит, а я во всех отделах много лет вел занятия, говорит, моя-то милиция стала себя тише вести. Потому что мы говорим Слово Божие, а оно имеет особое действие возрождать души людей. Неселовеческой мудрости. Павел говорит, я решил ничего не знать, кроме Христа, и притом распятого. К Каринфинам.